Итак, здравствуйте, дамы и господа, подписчики канала Imperial Total War. Меня зовут Гуднайт. Сегодня мы запишем обзор на такую модификацию, как 12.20 Total War для игры Attila Total War. Честно говоря, у меня какие-то смешанные ощущения к этой модификации. Я поиграл несколько трансляций, да, и, ну, скажем, мне есть чем поделиться. Я сколько там находил, не знаю, может быть, ходов 11 ходов, да. Но этого достаточно, чтобы высказать свое мнение. В какой-то степени оно будет негативное, в какой-то степени будет позитивное, положительное. Ну, давайте начнем с простого. Самый главный минус, я бы сказал бы, этой кампании в том, что если у вас нету 10 дополнений, а не 10, 6 дополнений, список которых я приводил в видео по установке модификации, то вы будете иметь ровно вот такое вот количество фракций. Ну, странно. Латинская империя, Никейская империя, это на Балканах. Южная Европа, это Сицилийское королевство и королевство Кастилия. Западная Европа, это Франция, то есть единственное государство, за которое вы можете играть, это Франция на Западной Европе. Восточная Европа, это королевство Богемия. Ордены Христа, это Тевтонский орден. Держава Востока, это Абасидский халифат и Аюбиды. И славяне представлены у нас всего лишь Новгородом. Я считаю, что это большая проблема, это большой недочет. Я не знаю, почему нужно иметь все дополнения, чтобы были эти страны. Ну, я не знаю, не могу вам сказать. Я поговорил с автором, попросил его дать какие-то интервью по этому поводу, он отказался от интервью. Ну, ладно. Поэтому будем рассуждать с точки зрения логики, да, и с точки зрения адекватности. Я считаю, что это нелогично и с какой-то степени неадекватно, потому что никто не сможет себе купить эти дополнения только лишь для того, чтобы поиграть в эту модификацию. Вот она вроде как интересная, вроде как крутая. В графическом плане она очень просто затягивает. Юниты просто шикарно проработаны. Но вот в плане того, чтобы хотя бы просто попробовать, будет ли там оптимизация, будет ли оно нормально работать, или оно будет все дергаться и лагать, люди не захотят это покупать. Я, допустим, не покупал. Но это не означает, что мод плохой. Если посмотрим на пользовательское сражение, то есть поинтересуемся, сколько здесь доступных фракций, то вот вы видите. Арагон, Болгарское царство. Но я не буду все перечислять, вы видите на экране. То есть здесь очень много стран, и у всех проработаны юниты. То есть у всех своя ветка, Португалия, Сицилия и так далее. Ну, то есть это очень интересно. Но в силу того, что мы не можем в это все поиграть и показать, я буду показывать те страны, которые есть у меня. В прошлый раз я пробовал играть за Францию. За Францию есть даже некоторые летсплеи на канале Imperial TV. Сегодня я покажу вам Новгород. Почему Новгород? Потому что именно за Новгород я играл. Именно славяне мне близки по духу. Конечно, я очень слаб в плане истории. С этой стороны, сейчас секундочку перепроверю, все ли норм. Да, все нормально. Славяне близки по духу, и я за них, честно говоря, никогда не играл. И вот решил. В общем, встречает нас менюшка. Историческая справка. Лидер у нас Ярослав, религия, православие. И вот сама справка, собственно. Во времена монгольского нашествия на Русь и последующих монгольских и ордынских походов Новгороду удалось избежать разорения благодаря удаленному расположению. На юго-восточные города новгородских владений Торжок, Волок, Вологда, Бежецк. Я делаю ударение на эти города, потому что мы ж наверняка их увидим. Да, правильно, мы ж Новгород. Надеюсь, мы это увидим. Все вот эти города Торжок, Вологда, Бежецк. Были разграблены и опустошены. В 1259 году новгородская земля при содействии Александра Невского была вовлечена в данническую зависимость от Орды. Так, русское средневековое государство, что-то нам дает превосходство в силе и численности, открывает дорогу в будущее. Воинские традиции пополнения войск плюс 5, эффективное земледелие, это пища плюс 10 и защита от набегов небоевых потерь в снегу. Вот наши плюсы. Также вера в Христа, православие, это скорость исследования плюс 2 для гражданских технологий, боевой дух плюс 5 на своей или союзной земле. И религиозное влияние плюс 4 каждый регион провинции, это для православных. Ну, начинаем кампанию и естественно мы сейчас посмотрим на наше владение, на нашу армию, на, ну, это же очень интересно. Господа и дамы, не забывайте ставить лайк и оставлять ваши комментарии по этому поводу. Итак, самое большое разочарование и самое большое удивление с моей стороны было, когда я запустил карту. Начинается все не с вашей провинции, не с ваших владений, а вот с этой армии. Да, вы, вы не ослышались, здесь нету городов у Новгорода. Новгород представлен кочевой армией. Ярослав, наш полководец. И 4 отряда пеших копейщиков, 2 отряда новгородских воинов с топорами, 2 отряда дружинов, ну, лучники и дружинники, 2 отряда там чудских ополченцев и 2 отряда конников, дружинников. Вопрос, самый главный вопрос, который меня волнует, на который я вам не дам ответа, почему так? Итак, в описании к модификации я не нашел никакой информации по поводу того, почему Новгород вообще ничем не представлен, только одним отрядом кочевым. Ну, логически я подхожу к тому, что, скорее всего, проблема, ну, тут нельзя никак добавлять новые города, движок Атилы не позволяет этого делать. То есть, допустим, по-моему, даже в Меди 2 тоже этого нельзя. Ну, если возьмем, допустим, какую-то другую игру, вы можете создать, вот тут город построить, тут построить, тут построить. В Меди, вернее, в Атиле вы можете только поменять название городов. Добавить новые вы не можете. Ну, тогда встречный вопрос. Зачем создавать страну, у которой нету исторических регионов? Я этого не понимаю. Как бы судить вам. Я не хочу прям критиковать очень сильно за этот недостаток. Может быть, это какая-то своя отдельная идея. Но представлена она очень бедно. Худо-бедно. Объясню, почему. Худо-бедно и еще и дисбалансно. Объясню, почему. Ну, логически подумать, если можно прийти к выводу, что мы бродячие собаки какие-то, которым нужен город, правильно? Мы же должны что-то строить, мы должны что-то, я не знаю, нанимать где-то армию, правильно? Мы же не можем здесь нанимать войска. Мы не можем нанимать. Мы можем нанимать только этих. Старительная площадка. Круто. Мы можем нанимать... Наемников тоже нету, да? Нет, наемники есть. Наемников мы можем нанимать, а вот армию нет. Почему? Не знаю. Не спрашивайте. Итак, с точки зрения баланса, почему я считаю, что это не совсем корректно? Потому что вам нужно начать с кем-то войну, чтобы захватить город. Почему войну? Потому что изначально вы находитесь в нейтральных отношениях со всеми. Если мы откроем вкладку дипломатии, мы увидим, что Новгородская республика, там, где сейчас нахожусь я, я сейчас немножко даже вам подвину себя. Вот так вот, чтобы вы могли увидеть. Новгородская республика представлена у нас Ярославом. Вот видно, что мы кочевники, передвижной лагерь. Ну и ни союзников, ни военных, оборонительных, никаких союзов нету, ничего. И, соответственно, войны тоже ни с кем нет. Соответственно, логически, если рассуждать, для того, чтобы создать поселение, его нужно захватить. Вопрос, у кого? Варианты. Владимира Суздальское княжество можно захватить. Попробуйте еще с ним посражаться. У него 32, у него, во-первых, союзники есть, военные, военные, не оборонительные, которые по-любому поддержат его. Великое княжество Киевское поддержит их. И поддержит их Галецко-Валинское княжество в войне против нас. Поэтому, даже если мы захватим Владимира Суздальское княжество, на нас сразу придут другие ребята, и денег у вас не хватит, чтобы отстроить армию и дать им всем отпор. Поэтому, ну, я пошел по пути наименьшего сопротивления и выбрал Ригу для захвата. Естественно, вам нужно объявить ей войну, вы объявляете. И после этого вы без сложностей каких-то возьмете Ригу, потому что, как бы, начало игры, это только первый ход, и у них там даже гарнизон еще не отстроен. Но! Но! Это я весь этот длительный путь рассказываю просто о дисбалансе. Но! Когда вы захватите Ригу, литовцы приведут, в моем случае, они привели две армии. Две полных, полного стейка армии. Я вам даже покажу загрузку последнего сохранения. Сколько же там войск у нас осталось после этих двух полных армии. Мы выиграли две битвы, но третью битву мы уже никак, как бы мы ни хотели, мы выиграть не смогли. Это все есть на трансляции, вы можете это увидеть. Это было красиво, я не спорю. Это суперски было, я сейчас это покажу графику, да. Но в плане баланса нет никакого баланса. Вот что у меня осталось после этих трех сражений. Вот. У меня дружина отборных лучников. Вот здесь вот какие-то там стрелки есть. И один стол посвят, это полковой лес. Посмотрите на армию противника. Как можно против этого сражаться? Логично, что за 11 ходов мы просто проиграли всю нашу армию. Всю империю проиграли. Не знаю, почему так, почему все так сделано, но тем не менее. Новгородская республика потеряете. Ну, это не страшно. Итак, что касается дисбаланса, я считаю, что он здесь очень большой. Касательно Новгорода, да. Касательно Франции там тоже немножко сложновато. Но я не могу в одном обзоре сразу охватить все страны, да. Поэтому буду рассказывать о том, которое попалось мне. Тут как бы особо и не получится там что-то обхват большой сделать, да. Потому что всего 10 стран доступны. Итак, сейчас я вам покажу. Ну, в принципе, можно об этом рассказать немножко. Здесь у нас все исторические поселения. То есть мы строим селения, строим дом заводчика лошадей, залежи самоцветов, кстати, не знаю насчет этого, рыбацкие причалы. Здесь очень много есть мест, которые, допустим, даны Новгороду отдельно, даны Киевскому государству. Опять же, по странам я вам сказал, которые доступны. Вы можете увидеть весь этот список, промотав назад. Все вроде исторически расположено, только единственное, я не совсем понял, почему Белгород находится здесь. Но это, скорее всего, не тот Белгород, о котором я подумал. Который вот тут, вот тут должен был быть. Извините, я по истории прямо вот именно Киевской Руси не особо-таки крут. Так, карта. Все очень красиво выглядит. Никаких подвисаний нет. У меня все довольно-таки сглаженно двигается. Вроде как здесь, ну, поменяли карту. Я сравниваю с Medieval Kingdoms 12-12. Там такого, таких мягких переходов нет. Что касается построек. Опять же, есть ли смысл на этом заострять свое внимание? Ну, кстати, на страт карты, да? Я ничего увидеть из этого не могу. Что я могу построить? Что он там, какие плюсы дает? Я дошел только до второго уровня, и меня потом захватили. У меня тут людей появилось. Так, что касается армии, я вам сказал. Они прям очень быстро начинают вас убивать. Ну, вот это вот моя Орда, которая уже не Орда, и я ими захватил Ригу, и вот на меня напали эти парни. Я отбился и решил их догнать, чтобы истребить. Я вам сейчас покажу, как выглядят юниты. Опять же, юнитов буду показывать из тех, которые есть у меня. Надеюсь, вам это понравится. У меня создалось впечатление по поводу юнитов, что они одушевленные. Знаете, есть такие модификации, в которые играешь. Ну, даже та же самая начальная Атила. В начальной Атиле, ванильной я имею в виду, все очень неживое. Здесь все как настоящее, как так и должно быть. Итак, это у нас дружина. Вы можете сами видеть, как это все красиво выглядит. Юниты проработаны очень сильно. И прям на карте вы можете найти очень много моментов, которые... Ну, я не знаю. Допустим, копия. Там поставлены копия в городе, и там стоят читы Новгородского княжества. То есть, если это литовская территория, то там литовские щиты стоят. Если вы захватили, будучи Новгородом, то там будут новгородские щиты вот так вот стоять. То есть, это прикольно. Это добавляет атмосферу. И вот, обратите внимание, здесь Харугф или как она правильно называется? Знамя. Да, я обзор на мод записываю. Я же сказал, при вас это все сделаю. Да, я параллельно веду транслятор. Ну, короче, не важно, не суть. Решил убить двух зайцев одним выстрелом. Итак, наши лучники. Лучники, кстати, здесь очень сильно переделаны. И лучники... Ну, гораздо эффективнее теперь. То есть, если будут идти ребята без брони, ну, без щитов, без брони, то эти лучники их просто очень сильно расстреляют. Арбалетчики тоже очень сильны, но арбалетчики больше по тяжелой пехоте, потому что долго заряжаются. Вот. Как-то вот так вот. Атмосфера просто шикарная. Когда вы играете, музыка здесь, юниты, ну, звуки, правда, изотилы, но все равно все это вызывает очень положительные эмоции. Однозначно советовал бы поиграть в эту модификацию только из-за духа, который передается вот этим вот юнитами. Автор сюда, конечно, очень много вложил. Так, сейчас я вам покажу сам бой. Наша артиллерия заряжается. Ну, тут, в принципе, каких-то... Каких-то конкретных изменений в плане боевки. Я бы сказал, что... Да, господи, ты... Замолчи уже. Прям сильных изменений в плане боевки я не заметил. Но юниты... Юниты дольше дерутся. То есть мораль у них немножко повыше. Застрельщики тут... У них просто дикий урон, но они могут всего лишь раза три бросить, и у них заканчивается копия. Или чем они там кидают. И вот когда играешь с таким видом, когда играешь с таким видом, то кажется, что ты фильм смотришь. Вот серьезно. Я давно такого не видел в Атиле. Вот даже самая модификация 12-12 Total War, которая считается преемницей меди второй. Отнюдь не скажу. Как по мне, так ПГ-12-20 очень... Ближе будет, во всяком случае, по атмосфере. Сейчас мы всю армию отправим вперед. Я сыграю такое коротенькое сражение. Просто, чтобы вы посмотрели... Графику. Тут и погода тоже такая. То есть русский дух. Зима, дружинники, копейщики. Новгород без Новгорода. Очень много деталей. С радостью показал бы вам изменения... Да, наверное, и покажу. Наверное, и покажу вам изменения в городе, потому что автор очень много вложил в архитектуру. Единственная модификация на данный момент, которая изменена, архитектура. Из тех, которые я играл. Сейчас посмотрим бой. Анимацию можете сами наблюдать. Очень сильно мне нравится конница. Конница здесь усилена. Она очень дорого стоит. И... Ну, очень хорошо сражается. Однако, если она не защищена, то есть, если у них нет брони на лошадях, то лошадей очень легко убивают лучники и... Копейщики. Наши застрельщики уже своих же убивают. Хочу показать вам... Бой. Дуэльку какую-то. Дуэли тут очень длинные по времени. И очень красиво смотрятся. Вот, видите, о чем я говорил? Если у вас всадники без защиты, то его буквально с одного попадания убивают. Вступает в бой конница. Сейчас я скажу свое мнение по поводу конницы отдельно, когда мы закончим бой. Вот, посмотрите, как это красиво. Лошади повыше будут, чем в оригинале. То есть, Ре этот самый. Переделали размеры. Солдат сделали повыше. Конницу сделали тоже повыше, побольше. Чтоб это было больше на правду похоже. Ну, в общем, как-то так. Всех отправляем в бой. Оптимизация хорошая. У меня не подвисает. Когда было три полных армии, у меня не зависало. Я спокойно играл. То есть, текстуры на текстуры не накладываются. Если у вас слабенький комп относительно, то у вас должно... Ну, как слабенький? Средненький, пускай будет так. Должно это пойти. Говорю это потому, что некоторые модификации требуют очень много ресурсов. Потому что некоторые люди делают модификации. Текстуры накладывают на текстуры. И получается, что компьютер вместо того, чтобы увидеть 10 текстур, видит 20. Хотя с тех 10 отрядов. Как-то так. Я, конечно, в моддинге не особо шарю. Говорю, как это понял. Итак, сейчас я вам покажу архитектуру. Архитектуру. И хочу уточнить такой момент. Во время записи обзора, еще перед тем, как его записывать, я долго думал, что же вам рассказать. Там очень большой список изменений. Ну, логично, что его весь... Я не смогу его вам рассказать. И я понял, что лучше все эти изменения записать в аннотациях к видео. То есть не в аннотациях, а добавить к описанию. То есть если захотите увидеть все эти изменения, вы просто их посмотрите в списке. То есть там архитектура, звуки, музыка. Там в лес, когда заезжаешь, птички поют. Там еще что-то. Конница, там пехота. Какие есть отряды, юниты, какие государства есть. Все это можно увидеть в описании. Просто я не вижу смысла об этом рассказывать, если вы сами можете это почитать. Правильно? Я, как человек, который обозревает мод, я хочу обратить ваше внимание на те моменты, которые меня либо зацепили, либо понравились, либо не понравились. И рекомендовать, либо не рекомендовать модификацию. Ну, как я уже сказал, конечно же, я рекомендую ее только хотя бы потому, что она в графическом плане очень-очень приятна. И баланс на тактической карте меня очень привлек. Хотя тоже есть несколько вопросов, потому что я убил вражеского генерала. Вот люди не дадут соврать, они смотрели трансляцию. Убил вражеского генерала. Бой еще длится минут пять. У меня такое же количество войск, как у врага, только у меня элитные войска. У меня есть конница, я забегаю со спины. И при этом я не выигрываю битву почему-то. Ну, то есть такие спорные моменты. Может быть, здесь искусственному интеллекту добавили больше морали. Но этой информации я не видел в описании к модификации. Поэтому я говорю это как предположение свое. Скорее всего, добавили. Хотя, с другой стороны, когда они штурмовали Ригу, первый раз у них было намного больше солдат. И я потерял генерала первый. Они потеряли минут через пять. Они долго сражались. Потом просто все отступили, я всех перебил. Ну, то есть двоякое такое ощущение. Сложно судить. Теперь я покажу вам Ригу. Ригу. Ну, там, в принципе, да. Ну, там есть на что посмотреть. Есть на что посмотреть. Когда вы начинаете гарнизонное сражение, то есть сражение, в котором есть гарнизон, у вас есть флот. Флот представлен несколькими кораблями, которые можно спешить. Можно спешить, либо же вести бой на суш. На ваше усмотрение это можно сделать. Кстати, такой тоже второй интересный момент. Первый раз, когда я играл за Новгород, и первый бой, который я вел, мы дрались в одном городе. То есть это был не такой город. Я, как сейчас помню, там был центр совсем по-другому оформлен. То есть здесь у меня был какой-то, как он называется, замок. Замок был. Тут поместье где-то находилось, которого я сейчас не вижу вообще. Вопрос, почему? Я не знаю. Но это очень интересный момент. Ну, хорошо, давайте так. Я вам покажу сейчас Ригу, которую уже захватил я, и она поменялась. Вот. Ну, то есть город как город. Да, то есть с левой стороны море у нас. Или тут что это? Море? Вроде как море. Тут у нас корабли есть. Но на первом ходу, я в недоумении от этого тоже был, на первом ходу у меня был совсем другой город. Совсем другой город был. Что касается архитектуры, автор добавил новую архитектуру, ее можно наблюдать на разных этапах игры. Пока что, насколько я понял, не готовы церкви. Их пока нету в модификации, но в скором времени они должны быть. Ну, в всяком случае, об этом автор писал. Так, есть ли она у нас здесь? Я сейчас посмотрю. Восьмой ход. Нет, здесь нету. Поэтому нам нужно начать новую кампанию, чтобы вам это показать. Славяне, Новгород. Ну, я буду показывать на примере Новгорода, потому что я это уже проверил. Я думал, может быть, я неправильно установил модификацию. То есть, может быть, где-то напортачил с установкой. Там файлы дата не туда кинул. Или еще что-то. Да нет, я перепроверил. Все четко. Все так и должно быть. И начинаем мы с одной армии. 13 отрядов. Переход хода длится относительно недолго. Рика в 13 веке выглядела не знаю как. Я рассуждаю с точки зрения логики и с точки зрения того, что я вижу. Вот гарнизон у них всего лишь по 73 человека в отряде. И вот вы видели, да? Первый раз, как я вам показывал Ригу. Теперь обратите внимание на карту. Совсем же другой город. Ну вот, план города совсем другой город. Я не знаю почему. Я отношу это к минусам модификации. Мне это и непонятно, и как-то по-странному. Но, тем не менее, это факт. Может быть, какие-то недочеты самой игры. Либо же, когда мы захватываем литовский город, он считается как западной культуры. Захватив его, он становится восточной культурой, то есть русским. Может быть, в этом проблема. Но мы здесь не для того, чтобы рассуждать, а для того, чтобы показывать. Смотрите. Что касается архитектуры. Давайте посмотрим. Я уже выкладывал по этому поводу пост на империале на сайте. И из этих текстур есть... Ну, пока с простого начнем. Вот такие вот башенки. Они у нас не стреляют. Они никакого не имеют подоплеки. То есть просто стоят. Для красоты. Но они симпотные. Кстати, я не обратил ваше внимание на корабли в прошлый раз. Здесь корабли тоже со щитами, со всеми этими моментами. Тоже очень приятно на все это смотреть. Ну, такое. Мы здесь... Вот в данный момент мы ищем архитектуру. Она разбросана по всему городу. Ее можно наблюдать на левом фланге. Башенки вроде как такие и были. Башенки без изменений. Но самое главное, самый ключевой... Так, здесь еще есть у нас... Не знаю, церковь. Она немножко в текстурах застряла, но... Но ничего. Как-то влезла. Как-то влезла. И самое главное... Самое главное... Это вот это вот... Я не знаю, как ее правильно назвать. Плотение... Церковь... Не церковь. Замок. Пускай будет замок. Такие замки встречаются много... Во многих местах. По... По городам. Но они есть только у западных стран. То есть у восточных стран по-другому это все представлено. Там... Там понятно, что там пустыня. Вот. У русского... У русского королевства тоже... Ну, не королевства. А что у нас тут? Княжество. Там... Новгородское княжество. По-своему. У нас вообще этого замка не было. Хотя, если повышаешь уровень города, то там до третьего. То, соответственно, должна какая-то быть архитектура. Я до нее не дошел. Извините. Меня на единственном ходу убили. Поэтому... Если вы дойдете, будет интересно посмотреть. Оставляйте комментарии... Ну, ваши комментарии по этому поводу. Что у вас там за поместье? О, поместье. Вот, я вспомнил. Есть интересный момент. Когда я играл за Францию еще давненько. Здесь, кстати, такой вот минус. Нельзя найти вход. Здесь он вроде как должен быть, да? С этой стороны. Его тут нет. Его забаррикадировали. А здесь и есть. Прикольно. Ваши войска могут сюда зайти. Это очень интересно. Они сюда могут зайти. И здесь даже держать оборону. Когда я играл за Францию, об этом я хочу рассказать. На меня напали, кажется, бургунцы. Я здесь умудрился выстроить оборону. Но так как зайти во все места войска не могут. Они могут только здесь вот при входе встать. И все. Либо же залезть на стену. Но на стену они как бы зайти по лестнице не смогут. Вам нужно в развертывании их выставлять юнитов вот сюда вот на стену. И они будут отстреливаться. Да. Но есть один тоже момент. Если вы отдадите приказ юниту, который будет на стене двигаться в любом направлении туда или туда, они упадут со стены. Я не знаю почему. Это не логично ни хрена. Но они просто падают со стены и умирают все. Какой-то суицидник получается. Но опять же, исходя из того, что движок от Тилы не может позволять все, то как бы это нормально. Вот такое вот у нас поместье симбодное. Вот если посмотреть вот так вот здесь, вместить можно небольшую толпу. Раз. Даже не толпу, это сложно сказать толпой. Можно их настакать один на другого. И когда будут заходить вражеские войска, они будут просто вести бой со всеми сразу. И таким вот образом они заходят в поместье. В зависимости от уровня вашего поселения, соответственно, поместье будет либо больше, либо меньше. Либо это будет простой замок, типа Даджон. Такой вот таких вот, такого плана. Но только побольше размером. Тоже это не может не радовать глаз. Это прикольно выглядит, добавляет атмосферности. Но в принципе больше это ничего не добавляет. Тут дороги к нему ведут и прикольно. Смотрится прикольно. Я видел видео у автора модификации. Он работает постоянно в этом направлении. Но опять же нужно учитывать тот факт, что здесь привязка идет к каждой стране, ну, к каждому государству. Допустим, королевство Франции – это западный тип построек. И, допустим, у Франции будут такой же самый город первого уровня, как и у Священно-Римской империи, например. У Италии точно такая же ситуация будет. У кого там еще Фландрия, Англия. То есть всех будет одинаковый уровень. Но у русского, у русских княжеств должно быть все по-другому. У них вместо вот этих вот владений должны быть все деревянные. Там какие-то стены деревянные. Допустим, как у меня были деревянные стены, деревянные там дома и так далее. Вот. Как-то так. Что касается внутри, ну, во всяком случае, в этом поселении, ну, нету таких моментов. Здесь нету щитов, нету копий. И, опять же, они разбросаны точечно по всей карте. Их нужно ходить искать. Щиты и копия были в моем городе. Та же самая Рига, которая преобразится через пару ходов почему-то. Я не знаю почему. Там в центре стояли копия в ряд. И стояли щиты. На щитах было нарисовано вот эти вот синие значки. Выглядело прикольно. Вот. Да, кстати, здесь, когда слишком много юнитов, почему-то у меня подвисает. Странно. Но это так. Что ж, осталось только нам коснуться морских сражений. Поговорим за морские сражения. Про юнитов я вам все рассказал. Если вы хотите увидеть конкретнее юниты, как они выглядят, потому что обзор затянется на 10 часов, если я буду о всех рассказывать, вы можете перейти по ссылке в описании, которую оставит кос, и посмотреть либо какие-то... Можете летсплеи посмотреть. Я очень много стримил эту игру. Либо подождите несколько дней, пока я выпущу синтематик видео по Total War 12.20. Может даже несколько видосов сделаю по этой теме. Так, пользовательское сражение. Выбираем морское и... О, стоп, стоп, стоп. Наземная, морская. Играть я буду, опять же, за Новгород, потому что, ну, мне Новгород понравился. Стоп, здесь нету, да? У Новгорода нету так войск. Как-то печально. Ладно. Ладно. Княжество Литовское, Бургундское, Померания. Икейское, Малопольское. Стоп, а где же наше княжество... Ага, Великое княжество Киевское. Хорошо. Ну, возьмем... Вот, вот с одного. Кораблей с лучниками парочку. Таранный. Метательных машин. А, здесь просто для вида кого-то понабирать. Я сейчас хочу уточнить этот момент. Здесь, может быть, в пользовательском сражении мы не увидим войска. Ну, в смысле, не войска, а корабли уже измененные. И, может быть, придется зайти еще раз в ту же самую последнюю... Последнее сражение под Ригой, после которого я проиграл компанию. И посмотреть еще раз, как там сделаны корабли. О, нет. Нет, здесь все есть. То есть, смотрите. Посмотрите на эту красоту. Я считаю, что это просто красотища. Где, где можно такое увидеть? Посмотрите на эти паруса. Это просто шикарно смотрится. Я даже, когда играл первый бой вне города, у меня аж слезы пошли. Это было просто так красиво. Атмосфера здесь на таком высочайшем уровне. Может быть, даже я синтематик по морским сражениям сниму. Да, ну, однозначно я рекомендую эту модификацию просто для того, чтобы сыграть и посмотреть ощущения ваши. Потому что все-таки это наши предки. Это, ну, как бы не совсем уж древняя Русь. Это средневековая Русь 12-20. Тем не менее, вы поняли, что я имею в виду. Играем мы против сельджуков. А вот у нас впереди галеры. Галеры противника. Видите? У них галеры. Вдумайтесь. Как это круто. Начали стрелять наши лучники. Бой начался. Не буду играть весь бой. Просто покажу вам эту атмосферу. Супер. Смотрите. Ох. Итак. Посмотрим. Мне же самое интересное, что будет. Перепрыгивают к нам вражеские пехотинцы. И начинается рукопашный бой. Конечно же, никакого отношения Киевская Русь, Киевское княжество, во всяком случае, не Киевская Русь, не имели к сельджукам восточные боевые грибцы. Сельджуки были вообще там возле Александрии. Не знаю, может быть, каким-то боком исторически они и имели. Там может быть и дипломатическая связь. Опять же, я не силен в русской истории. Но выглядит все очень эффектно и красиво. То же самое мы можем... Ну, просто вот ради интереса я покажу французскую... Французский флот. Мне же само интересно, что там будет. Если, допустим, здесь русские княжества. У Новгорода точно такие же корабли, просто другой цвет. На парусах. И другие щиты по бокам выставлены. Вот мне интересно, если мы выберем Францию. В Франции совсем по-другому было. Францию и Англию. У них был другой флот. Господи, тут так много государств, уже тяжело Францию найти. Вот. А нет! А нет! За Францию мы не можем посмотреть. Видите? А за Англию мы сможем посмотреть? Не знаю, почему, кстати. За новгородцев тоже не можем. Но если мы будем брать компанию, то там все видно. Ну, то есть. Скорее всего, просто здесь их нету. У Королевства Англии тоже. Нет, у них есть. Ну, хорошо. Давай тогда выберем... Я не знаю, Баварию. Баварии нет. Сицилия. Сицилия тоже нет. Тулуза. Пускай будет Тулуза. Корабль с арбалетчиками. Та же самая Франция почти. И англичане. Таран и корабль. Тут даже возьмем для... Ну, для атмосферности больше возьмем кораблей. Увидим большую армаду. Так, здесь будет 40 отрядов, да? Окей. И тут нужно денег добавить. Или нет, не нужно. Ну, хорошо. Допустим, для этих, для англичан, мы можем флотоводца выбрать. А для Тулузы не можем. Из-за этого мы не можем начать игру. Понимаете, да, Чомя? Жестко. Здесь нужен генерал. А генерала нету даже в списке. Вот вам... Вот, смотрите. Можно записывать это... Баг-репорт для разработчиков. Византия. Даже у Византии нету. Интересно. В Византии. Тулуза, Золотая Орда. Но у них там ничего не было. То есть... Латинская империя. Священная Римская империя. Почему? А почему так? Трапезунт. Мне неинтересно, Трапезунт. У Уэльс. У Уэльса вообще ничего нет. В Швейцарии тоже ничего нет. Эпир. Хорошо, пускай будет хотя бы Эпир. Посмотрим греков флот. У них вот какие большие корабли с лучниками. И называется Законес Арчер Маринс. Вот касательно кораблей, в данный момент для меня это как бы первый взгляд. Больше, чем обзор. Потому что я редко провожу морские битвы. Мне до них просто не доходят руки. Но здесь они очень атмосферно сделаны. Серьезно. Поэтому не обижайтесь и не бросайтесь меня камнями. Сейчас посмотрим. Так, ну, тоже греки у нас по-своему. Смотрите. Смотрите, как Эпир у нас представлен. Я понял. То есть все, что сейчас готово, все, что готово, он, автор, показывает в этих пользовательских сражениях. Но тоже вопрос. Потому что у Новгорода были новгородские щиты здесь по бокам. И новгородские эти, паруса. Почему-то в пользовательском сражении их нету. То есть я, допустим, хочу показать как обзор. А я не могу, потому что у меня нету за ту или другую страну показать вам, допустим, флаги Англии. Ну, сейчас, допустим, Англии покажем корабли. Флаги французов. Ну, ладно. Ну, ладно. Маленькие галеры, легкие корабли с лучниками у нас тут. Вот у нас большая. Законес Арчер Маринс. Конечно, тут намеков нету на какую-то аутентичность, кроме парусов. Но тоже, тоже красиво сделано, смотрите. Прикольно. Было бы круто, если бы еще сюда солдаты садились. А вот это вот, типа, даже надписи есть. Ни хрена себе. Кристус Пронобис Мити. А тут нету башен на корабле. Да, это на генеральском. На адмиральском, вернее. Надписи есть. Так. Зайти вниз мы не можем, да? Посмотрели. Ну, короче, как-то так. Давайте нажмем. Просто вам наверняка это будет интересно. И как после этого можно выпускать трою без морских сражений? Как? Так. Смотрите, какая атмосфера тут. Графика просто шикарная. Я не знаю, что произошло, но в оригинальной Атиле нету изменений. Графика подкручена. Графика явно лучше. Эти корабли, парусы, господи, как же это красиво смотрится. Стоит какая-то катапульта. Вот, смотрите. Англичане. Не показал вам флот англичан. У англичан здесь есть какие-то... Нажмем на паузу. Уже? Это было быстро. У них здесь флаги расставлены, смотрите. Флаги и крестики. То есть, ну, католические кресты, не крестики. Мышка плохо работает. Так. В этих кораблях они вроде как, ну, по-другому, да, сделаны? Легкий корабль с лучниками, да? У нас тоже легкий корабль с лучниками, но он не такой, как у них. Видите? Я сейчас еще раз посмотрю. Сравним. Спина вот у них сделана из таких вот, вот такой вот штуки. А у нас легкий корабль с лучниками. То есть, по-другому совсем, видите, да? Это означает, что у каждой группы свое. Свои корабли. Это круто. На самом деле это очень круто. Но почему-то здесь у них у всех паруса такого цвета. То есть, белые и все. Больше там нету каких-то крестов или вымпелы вот наверху есть красненького цвета, да? Ну, у нас тоже есть вымпелы. У них вот они, смотрите, стационарные такие. Тоже двигаются, да? Ага, все, я понял. Это просто... Просто мне так попалось. Вымпелы красного цвета. У нас вымпелы синего цвета. Также у них нету... Нету этих вышек. У нас вышки есть, у них нет. И у нас больше как галеры, да? Ну да, у нас как галеры считаются. У них нет. Вот, смотрите. Что это такое? Легкие метательные машины. В общем, как-то так. Ребят, не буду на этом всем останавливаться очень долго. Решил просто вам это все показать. Вы сами можете все это поиграть, оценить. Да и... Я могу вам выпустить эти моменты, где мы играем. С искусным интеллектом. Вот. Вода горит. Но недолго. Очень красиво. Я вот даже сейчас смотрю. Мне хочется зайти, поиграть и остаться. Но я понимаю, что так нельзя. Давайте я подведу итоги и буду заканчивать обзор. Итак. Модификация. В нее вложено очень много времени. Вложены ресурсы из таких известных модов, как 12. 12 Total War Kingdom, с которой очень длительное время была сетевой стратегией. Ну, сетевой модификацией. И нельзя было поиграть в кампанию. Только вот полгода назад они выпустили, наконец-то выпустили, законченную уже доведенную до идеала компанию, в которой все так же нету архитектуры аутентичной. Все так же там дефолтные атиловские строения, атиловские там речи перед боем и так далее. То есть это такое себе. Взяли оттуда все основное, то есть там какие-то линейки юнитов, может быть, забрали. Но поменяли и поставили на свой лад, то есть поставили свой баланс. О балансе говорить тоже не буду. Нужно играть, нужно смотреть. Потому что говорить вам о том, что у одних отрядов атака 12, у других атака 10, это тоже очень долго и не имеет смысла. Также здесь взяли из Mountain Blade Warband. Там так и написано в Стиме на страничке, что оттуда взяты какие-то компоненты. Какие, я точно не знаю, этого автор не уточняет. Так. Что еще? Касательно стратегической карты. Вы поняли, есть сейчас очень много нюансов, которых я, например, не понимаю. Я не понимаю, как это можно создавать Новгороду кочевников из Новгорода. Для меня это прям, я прям возмущен очень сильно, потому что Новгород это княжество, это не кочевный народ. И когда ты садишься играть в данную модификацию, атмосфера данной модификации должна тебя, вокруг тебя создавать видимость реальности, реальности тех времен. И поэтому мы играем в эти игры, правильно, в исторические, для того, чтобы ощутить ту эпоху. Но эта эпоха не ощущается за счет вот этих вот ошибок. Ну, не ошибок, недочетов, пускай были так, недочетов. Вызывается только негодование по этому поводу, я не знаю. Вот вы, например, вы же тоже как-то недовольны этим моментом, правильно? Это, это что касается стратегического момента, который мне не понравился. Того, что мне, касательно того, что мне понравилось, это графическая составляющая той же самой стратегической карты. Все очень хорошо продумано. Конечно же, сюда стоит внести. Я сейчас без списка говорю, я просто по памяти. Если что-то я не вспомню, то извините. Продумано все полностью в плане построек. То есть, постройки там разных типов, технологий. Об этом тоже можно было бы говорить. Там очень много технологий. И все они там по своим веткам разбиты. Ну, как бы, это тоже, это детали. На них очень долго останавливаешься. Останавливаешься и обсуждаешь их. Вы сами все это можете увидеть. Можете запустить, посмотреть. Но опять же, но опять же. Самый главный минус этой модификации, которую стоило бы вывести наперед, это то, что нужно покупать дополнение. Готовы ли вы покупать дополнение, чтобы играть, например, за Испанию, за Арагон, да, или там за Англию? Купите ли вы его? Купите, молодцы. 800 рублей не так уж и жалко. Вот. Что еще? Касательно тактической карты. И просто тут вообще можно подразделы отдельный для этого выделять, потому что там и архитектура, и юниты проделаны просто шикарно. Очень красочная игра. То есть нету такого всего серого средневековья, которое все такое печальное, никому не нужно. Да, средневековье было серое. Все это знают, потому что цветовая гамма там особо не, ничем не отличалась. Но, но некоторым людям нравится, когда все красочно, все вот так вот ярко и, ну, вы понимаете, о чем я говорю. И мне в данном, в данном случае нравится больше конкретно вот эта модификация, если сравнить, у нас 12.12, первый конкурент для 12.20. Архитектура. Архитектура — это вообще отдельное новшество, которого я не видел ни в одной другой модификации, которая есть пока что только здесь, да. Замки, там, башенки, там, вот эти вот, как я говорил, щиты, копия — это не может не радовать глаз. И для людей, которые привыкли играть в ITU Total War, для них это будет просто, ну, дополнительный плюсик. Вот. За это, конечно же, стоит благодарить автора, потому что я знаю, что в этих редакторах он тратит просто огромное количество часов. И ему огромный респект за это. Так, что еще стоит сказать? Ну, понятно, что корабли. Я до кораблей особо не доходил. Мне очень нравятся сражения в Наполеон Total War, в Empire Total War, в Атиле не особо. В Атиле, в Rome Total War. Хоть они, конечно, красиво оформлены, но они какие-то такие неодушевлены. Здесь я вот запустил, посмотрел, довольно-таки атмосферно смотрится, знаете, паруса такие огромные, корабли, у каждого свой корабль, у каждой страны, да, у каждого государства. И это, это ого-го, как круто, то есть заводит в плане, в плане желания сыграть, да. Вот. И хоть игра вышла в 2015 году, графика, благодаря вот этим вот новшествам, которые внес автор, она выходит практически на уровень строя. Я бы, лично я, я как человек, который имеет предвзятое отношение к Трое Total War, опять же, не бросайтесь камнями, я считаю, что графика в Атиле намного ближе к реальности, чем графика в Трое. Потому что в Трое вроде как картинка прикольная, но все тупо стоят друг в друга, вот так вот бьют. Нету, они все неодушевлены. Здесь каждый юнит, он как живой. В него бросаешь копье, он там какие-то там телодвижения делает, прежде чем упасть. И это очень красиво смотрится. Мы здесь, еще раз повторюсь, для того, чтобы увидеть и проникнуться духом, духом средневековья, потому что 1220 год. Ну, ладно, когда мы играем в Трое Total War, мы там тоже, чтобы духом проникнуть. И оно чувствуется, музыка, звуки и так далее. Но ты не... Вот чувствуется обман, вот он чувствуется, он в воздухе как-то летает. Здесь все такое жестко, а там все такое няшко такая вся. Ну, короче, не знаю, мое субъективное мнение. Это уже не объективно, это субъективно. Вот. Однозначно я рекомендую вам эту модификацию. Бесплатно можно поиграть в 10, за 10 стран. Франция, ну, я вам их покажу. Еще раз покажу, если вы забыли. Это Латинская Никейская империя, потом Сицилийская королевство, королевство Кастилия, Франция, королевство Богемия, Тевтонский орден, Аббасиды, Аюбиды и Новгород. Это те страны, за которые можно поиграть. Вы можете попробовать, посмотреть, если вам понравится графика и все такое, то можно будет купить дополнение. Я уже начал переговоры с автором по поводу пиратской версии игры, как ее там устанавливать и нужны ли на нее дополнения. Вот. Я не знаю, насколько автор заинтересован в том, чтобы давать информацию по этому поводу, потому что у него есть Steam-версия. Как бы это грубо не звучало, хотите, там, качайте и устанавливайте дополнение, чтобы поиграть за все страны. Хотите, не качайте, ваше дело. То есть, кто захочет, тот скачает по-любому, правильно? Вот. Вот, в принципе, все, исторический юнит, исторический, все-таки справки, моменты. Едва ли я захватил все, что я сам хотел, все, что автор сам преподнес, для того, чтобы можно было это рассмотреть. Но я постарался с точки зрения своего взгляда на игру вам донести максимум информации. Опять же, извиняюсь, если что-то не рассказал. Но я учусь делать это все правильно. Век живи, век учись. Если у вас будут какие-то вопросы, оставляйте их под видео. В комментариях. Переходите по ссылке в описании на мой канал. Там есть много летсплеев по этой игре. Они прямо в отдельном плейлисте. Там тоже можно сравнить графику и так далее. А также пишите ваши пожелания в описании под этим видео. То есть, если вы хотите увидеть какие-то еще обзоры по другим модификациям, по другим играм, не стесняйтесь, пожалуйста. Мы все рассмотрим. Я думаю, Кос будет рад, если еще какие-то там обзоры будут выходить. Ну и еще раз извиняюсь, если что-то было не так. Вам всем желаю огромного терпения в предстоящих трудностях. Ну, я там слышал просто опять там какая-то вторая волна со здоровьем, там с этим коронавирусом, со всей этой фигней. Вам желаю огромного здоровья, терпения. Ну, крепкого здоровья и огромного терпения. Ну и удачи, успехов, всего вам самого лучшего. Пишите. До свидания.